господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешен номер 851 события дня 1 коринфы 15 17 а если христос не воскрес то вера ваша тщетно вы еще во грехах ваших это за 15 4 2018 а сегодня 16 воскресенье какие события были гости у нас в речке галина алексеевна приехала снова кузнецка с одной знакомой светланы но еще в субботу были на вы на выставке работ волобоева александра павловича и он там буклеты на продажу даже давал по 350 рублей там хорошая очень бумага на взяли наши там сколько он дал одну пять книжечек нам буклет эти книжечки называются батюшка узнал да закажи еще но я заказал уже больше 40 40 12 тысяч они рассчитаются батюшка дальше антон п христос воскрес воистину воскрес вот боюсь я вас игнар тихонович по сыновью боюсь чтобы где-то через божье откровение дадите такую пищу для ума что придется от многого отказаться и уже не попрел не попрешь против вот так он слушает он боится теперь скажешь а теперь надо отказываться что все внутри будет обличать вот уж действительно сколько я времени кряду у бога кряду до краду ну да краду и кряду тоже в разные слова то есть ворую у бога краду у бога занимаясь все пустым а сколько можно было бы положить ногам христа до этого было бы всегда мало теплохладность и нерешительность господи научи то есть меня не трошит как андрей кураев говорит если бы игнатия не трогала священников отношение то было бы другое но ты в андрея если бы не трогал чтобы и был профессором а так все ополчились на него молитвы стали составлять даже против то ну и за заглохо все очень душеполезная беседа получилась с юлией хотел задать такой вопрос как думаете какое влияние было у православной церкви в россии на появление протестантизма после 90-х годов после 90-х вот этом раньше было так сказано когда пришел там пашков другие там рябошапка это после первой мировой войны более благоприятной почвы для евангелизации не было в народе такая жажда была монастыри все идут живое евангельское слово когда петр сказать этот написал григорий петров а как и слава богу за все об этом говорит что там это столько кибиток было где павлову к дому приезжали там не пройти улицы все заставлены были этими экипажами вот так на тут какое состояние то было определите ну лишь бы храм приходили свечки покупали больше ничего нету а чтобы свечки покупали надо прийти заольше не передается а бывают причины которые нельзя приходить отлученная женщина в нечистоте мужчина нельзя прикасаться а сейчас священники все это ломает только приходи и купи он не говорит ну смысл-то в этом зачем тебе гнать ее к причастию она не изменяется прямо премесячных прямо гонят это пархоменко константин никогда не видел мошенники разбойники бандиты как назвал их патриарх алексей второй ридигер дальше по моему мнению что как раз появление протестантизма в россии в таком огромном количестве и разных вариациях заслуга в кавычках прежде всего православным именно так отсутствие проповеди и заботы а вновь крещенных подтолкнуло этих самых самых крещенных искать духовную пищу везде где только можно да именно так и было которые все где-то пошли это неравнодушно которые ничего не знают и не хотят знать и и пьют и батюшка все отпускает прищищайся чаще исповедуйся прищищайся и вот это чаще исповедуйся это привело к этой катастрофе ничего нету на остальное они во всем сектам разбазарились наталья усатая до понимая святых отцов когда они желали уединения с господом тишины и чтобы никто не мешал четвертый раз смотрю плачу и радуюсь вместе с вами мой любимый отец игнатий но это там где венствовался я посетил то место где обратился и молился это молитва трогать я там плакал и сергей игнатов христос воскрес когда я смотрел этот видеоролик то и на моих глазах навернулись слезы и даже тогда когда вспоминаю об этом сейчас у меня так бывает очень редко душа как бы оттаивает храни господи твоих помазанников аминь валентина сортисон христос воскрес до игнать тихонович на верно нет ни одного человека которого этот ролик оставил бы равнодушным ничего там нету просто я молился от молитва 1 что может делать сколько пишет такая но это только которые рядом знают ничего не было я просто преклонил колено молился и благодарил что здесь мне 62 году 1962 27 сентября попала в руки евангелия вот изменила мою жизнь для меня особо вы только что побывали у меня дома масса впечатлений и вспоминаний переживания о поломке в вашей дороге и как финал это ваша встреча с местом вашего рождения словами не обскажешь а только слезы до сих пор подступают она в германии живет и мы к ней заезжали во всех поездках юрий соболев христос воскрес с воскресным днем игнать тихонович благодарят вас и обретают бога через вас во многих странах мира вот еще одно сообщение о вас во многих странах мира мне пишут об этом моего то там ничего нету просто я уповаю на бога кавычки открыты еще один замечательный ролик на канале у игла игнатия лапкина сергеем парализованным юра спаси тебя христос за то что ты когда-то сам нашел этого человека и нас не познакомил вот думаю где бы я была сейчас если бы не он только игнать тихонович умеет по-настоящему зажечь искру в душе вот это который нападает они же ничего не знают но просто так как говорится шварь кодла хотя я знаю что я не на пылинку пока ничему не соответствую все шатко но главное что сердце не успокаивается и кто знает может из меня что-то путь не выйдет с помощью божией кавычки закрыты а это слова патриарха кирилла о причастие кавычки открыты причащайтесь тела и крови господней существуют разные предрассудки относительно того как часто нужно причащаться некоторые говорят раз в год некоторые четыре раза в год это все не находит никакого подтверждения ни в учении спасителя не в церкви не в каноническом порядке церковной жизни мы и каждый день то никакого порядка нет причина то что для жизни а жизни то никакой нет причащает мертвецов на поругание в исчистоте этот пархоменко причащайтесь вижу приходили покупали это патриарх говорит ни одного правила не говорит что давайте причащайтесь чаще а наоборот отлучает на десятки лет за грехи абортница то все заполнились до 10 лет отлучить и потерящий не знает канон нет канонов до канона есть и один канон правило василий велика второе женщина убившая младенца в утробе отлучается на 10 лет по четырем ступеням да никто ни одной ступени не знает и потерящий не знаешь это потоптали все ногами разбойники причащаться нужно чаще единственное условие мы не можем превращать святую евхаристию причащение тела и крови в некие обычаи как это иногда имеет место не иногда всегда иногда начал лукавить то а для этого мы должны готовить себя стараться примириться с ближними своими исповедовать свои грехи читать молитвы которые мы в состоянии прочесть тоже лука состояние прочесть а я не в состоянии все никто ничего не считает вот прямо мне пишут вот мы с товарищем то товарищами гуляем пьем и блудили на завтра пошли к священнику сказали он там 40 поклонов причастились на следующий день опять пили блудили и опять причастию заблуд отлучается семь-пятнадцать лет что патриарство лукавит ведь иногда на людей возлагается неудобно неудобно симые молитвенные правила которые их отпугивают это главное чтобы никто не отошел никуда чтобы не сли деньги свечки покупали отпугивают правил никто ничего не считает с улицы бабка сумками вломилась а мимо бы шла храм все заходит с руки даже сумку не снимает подходит к причастию значит или никакого причастия нет просто один обман как макарий александрийский видел что люди причащаются а демоны в рот толкают уголь что скрываете это житье это прочитайте за 19 января по старому стилю димитрий ростовский пишет как говорится черти причащаются причащают они священники у меня нет ни времени невозможности все вычитать как же я святой чаше подойду вот много ли говорят не времени невозможности телевизор смотрят и не знают еще там считать вообще не знаю даже у нас посмотрите и каноны считают стоят открыто и канон спасителя и покаянный канон это все обманные слова хитрющие людей в ад толкают посоветуйтесь со своими духовниками и разумный духовник вам скажет кавычки открыто прочитаем молитвы которые можешь прочитать который можешь прочитать понимаете то есть на произвол отданут четкой границы никакой нету но самое главное примирись с ближними своими искренне исповедую грехи свои и сознанием своего недостоинства приступай к телу и крови сглава недостоинства не стремись к достоинству никакого не надо ничего вот пришли спрашивает сын запился что делать не просыхает сейчас идет и а у другой тут рядом стоит это же у меня сын тоже дома не было он блевотиной задохнулся никто его не опрокинул иначе бы живой был он такой хороший был когда-то рубль дал на свечки то вот больше ничего нету вот что делать но вы когда трезвый то приведите его пусть он причастился как против ноги вытереть где-то за пьянство на два года отлучается а приведите он причаститься панацея этот это же патриарх знает что именно так считай слушай что говорит димитрий смирнов про это крестил мочил и ни одного нет нигде девки все эти на вторую букву толпа это и дальше ведь через причастие мы действительно обретаем чувство божественного присутствия в нашей жизни а значит укрепляем свою веру это фальшь на сто процентов ничего не знает выходит и сплевывает что-то в рот далее говорит и говорили вино а мне что-то в рот попало и кто это дьякон сергей бордин говорит я сколько было видел выйдут оттуда отплевывать еще это в рот поп сунул не знают после причастия я это собрал все в кучу да пошел к священнику давайте сожгите по покану обман один это что фейк как говорят там это что сегодня кажется трудным продолжительной молитвы долгое пребывание в храме вдруг становится легким радостным потому что с богом всегда легко и радостно ни одного человека такого не встретил ни одного кавычки закрыты дети даже если батюшки нет служба то короче а батюшка будет храме до самые ленивые согласно но мы идем тебе надо будет дрова пилить согласен что угодно только не идти так мы то все время занимаемся ими а эти радостные то другое дав ну ни одного слова нету справедливо честного обман и слова во вторник светлой седмицы после такой светлой светлой седмицы после литургии свято-троицкой сергиево лаври 10 апреля 2018 сегодня теперь дальше по смену хочешь проверить давай подойдем причащаются вот пришли креститься но мы решили проверить выходит 50 человек лбы мощили тогда много было ни одного нету который крестился бы для того чтобы спасти душу и не только еще крик у нее парик на женщине надетый парик ладошкой мокрой задел капелька блестит моему прямо остановили новосибирском дворе в храме это еще старое время было при советской власти говорим а вы вот какая причина пришли а которая подруга то привела она сразу же ну что вы говорите что мало попу сунули сунули мало сунули а кто на директора бхс зажало ее она говорит ничего не сделать надо идти скорее в храм тебе причаститься и тогда отойдут они от тебя ну явно дело как волшебным каким-то снадобьем пользуются александр гутник добрый вечер игнать тихонов три раза пересмотрел ролик с юлей три раза а ролик почти по два с половиной часа я узнал о христе у пятидесятников осуждал православных смеялся над ними что молятся на иконы они живому богу но не был согласен с ними и в учении языках перешли к баптистам думал вот она настоящая церковь но меня всегда мучил вопрос о причастии исповедание о спасении и в один момент я увидел ваш ролик на ю тубе все вопросы сразу разрешились вот и все почему не разрешились они там там ткачок кто нет смотрели ничего не нужно у них все это говорят а все это мимо летит позвонил жене чтобы посмотрела после просмотра сразу перезвонила когда будем уходить все еще не надо доказывать ничего нет попал ролик один все кончилось они уже из сектантов православные то есть у них этого нет папы это миссионерская миссия они не понимают и не знают этого совсем а приходи в храм даже у данила сысоева там путешествие по храму осмотр от храма дальше отведи в храм придет когда он что-то узнает он придет увидит всю эту мерзость и никогда не будет православным у юли все наоборот быть в церкви и в поисках христа уйти из нее юрий соболев игнать тихонович задают такой вопрос как ответить во свете святой библии орфография и пунктуация автора сохранены пунктуация что такое ну точность знаки припинания все сохранил написал как есть кавычки открыты мир вам юрий викторович вопрос возник раз разбойниц креста первым попал в рай из людей до что он один пока в раю и живет а все стороны где апостолы святые так далее то есть отсюда выводы что в рай можно попасть по зеленой не дожидаясь всеобщего суда или как а что за счет по зеленой но открыто значит закрыта проехал дез как вот или как или все дожидаются в лоне авраамов а разбойник один сидит в раю сидит разбойник один там разгадывает кроссворды смотрят разные тут мультики его туда без суда пропустили выходит короче кто сейчас в раю кроме разбойника и богородицы ну и мосея и иоанна крестителя или они тоже ждут сюда теперь я отвечаю давайте послушайте так я отвечаю будет ли так отвечать ну то кто там смирнов и остальные игнатий лапкин евреям 12 глава 23 стих но вы приступили горе сиону и к граду бога живого к небесному иерусалиму и тьмам ангелов торжествующему собору и церкви первенцев написанных на небесах и к суде всех богу и к духам праведников достигших совершенства и ходатая нового завета и иисусу и крови крапления говорящие лучше нежели авелева куда-то торжествующими собору какой где на небе и церкви первенцев где на небе написанных на небесах прямо показывает судьи всех богу где но на небе они никакой лоно то это все кончилось и духам праведников достигших совершенства все непонятная речь идет о небесном куда остальные мы приступили как и в молитве и дети отправить на на небе говорится кому мы приступаем так они на небе или нет молимся когда святой ванифате моли бога нас ну откровение 6 глава с 9 по 11 стих и когда он снял пятую печать я увидел под жертвенком души убиенных за слово божие и за свидетельство которое они имели значит где это и возопили они громким голосом говоря да коли владыка святые и истины не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашим и даны были каждому из них одежды белые и сказано им чтобы они успокоились еще на малое время пока и сотрудники их и братья их которые будут убиты как и они дополнить число 2 коринфянам 5 8 то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у господа где умереть и водвориться у господа ну где под землей в могиле ясно дело что речь идет о небе куда идут души филиппийцам 123 влечет меня то и другое имея желание разрешиться и быть со христом потому что это несравненно лучше а где христос куда он вознесся и быть со христом учет говорит то откровение 24 и увидел я престолы и сидящих на них которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство иисуса и за слово божие которые не поклонились зверю не образу его и не приняли начертание на чело свое и на руку свою они ожили и царствовали со христом тысячу лет я не царствовали как царство но со христом не в преисподне не на лоне авраамовым филиппийцам 123 влечет меня то и другое имея желание разрешиться и быть со христом потому что это несравненно лучше 2 коринфянам 12 4 что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова которых человеку нельзя пересказать 2 коринфянам 5 8 то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и во дворица у господа и она господь где куда вознесся и она 14 3 и когда пойду и приготовлю вам место приду опять возьму вас к себе чтобы и вы были где я где я впереди говорит удовлетвориться у господа где я где на небе и господь это обещал и она 17 24 очи которых ты дал мне хочу чтобы там где я и они были со мною да видят славу мою который ты дал мне потому что возлюбил меня прежде основание мира и хрисос вознесся это вопрос даже не ставит и там будете юлия долбнева 2 года назад а я вообще не увидела у иная тихонщина ворочливости и раздражительности а вижу ту самую любовь которые движет чтобы мы исправлялись том числе и никита нам баранам лучше страхом спасаться чем убаюкивание на меня лучше бы подействовал пинок чем необоснованная для временной земной жизни любвеобильность всепозволяющие настоящая любовь и ложная вот в чем разница смотрите глубже а не на ласковые слова рустам вот так и живу все для христа и тяжелый мне не надо была возможность поехать в гости с мамой богатой девушки и ее родителям девушки девушки заранее знаю что моя борода там будет не по душе никому мама всегда мне повторяет сбрей сбрей не пугай людей я с тобой даже не поеду никуда да мне не нужно ничего и я и не собираюсь менять свою красоту на подкупную женскую тем более подкупную я его не расслышал о чем говорил тем более уже на разведенную прелюбодейную хотя и богатую вот так девушка а тут прелюбодейная и богатая ну какая девушка то я живу и завтра меня может может не быть живу не для себя но для бога слава христу игнатий лапкин я не собираюсь менять свою красоту на подкупную женскую тем более уже на разведенную прелюбодейную хотя и богатую на подкупную женскую нужно написать на подпупную то есть у мужчины сбрить бороду волосы на лице и чтобы женщина допустила тебя до женских волос что ниже пупа под юбкой так определили о папе римском когда он дал указание всем подчиненным сбрить бороды так писали тогда старообрядцы руста священник назначил крещение на четверг крестит по канонам бесплатно сам на машине довезешь сам плюс сам на машине довезет спросил разрешение и благословение у епископа донецкого и мариупольского который дал добро в среду епископ приезжает к нам в собор крещального набора у меня нет священник сказал что можно белую рубашку и белые брюки надеть а там это второстепенное самое главное полное троекратное погружение во славу господа я священнику сказал что я не знаю крещен ли я или нет так как после покаяния исповеди причастия уже множество раз такие мои грехи как обида злопамятство и так далее остались при мне на что он ответил сразу что это самый главный фактор который говорит о том что я не рожден от воды и духа и что крещение должно все исправить то есть напрямую я ему не говорил что меня обливали в пять лет спрашивал говорить не говорить но тут я говорю не обязательно рассказать нет прошел мимо только при крещении можно избавиться от нечистого духа и значительно уменьшить влияние бесовская плюс исповедь во всех старых грехах и причастия я это читал уже в толковании евангелия блаженного филакта болгарского с вашими комментариями вот дай бог то дальше еще не известно что это будет ну вот какие я нашел ролики когда с юлей беседовали четырнадцатом году посмотрите посчитайте и кто хочет посмотреть там даже но многое можно узнать вот так теперь нужно посмотреть что у нас наши ресурсы вчера день события дня какие с выставки пришли мы в субботу материал засняли будет поставлен как-то что за выставка была буклеты там какие получили здесь нужно посмотреть это нашим мой мир как страничке это выглядит вот она какая там есть такая я с голубем ну твой контроля на контроле держит просто администрация вот здесь надо переписываться и все можем фотографии я святого сюда свои ролики переношу дальше у нас что не как все-то кто может знает как вот стала переключать от меня надо чтобы здесь не одна все появились вот я выставляю сразу вылетает смотри что вылетит сейчас это уже неделю примерно какая-то обезьяна с молотком интернал сервер и ничего не могу сделать можно или нельзя не знаю что-то вчера мне тут один помогал но опять вернулась на прежнем говорит это видимо старая меняет программа она выставляет сама сюда ведет сейчас еще попробуем переждать вот на как должно быть вот события дня 54 нашли в человека это событие вчерашнего дня там я голубя тут лишь как на варкует и тут у нас еще что наш сайт во свете библии как выглядит и наш форум сколько у нас отремя ушло 28 минут двадцать восемь это уже почти 31 можем вопрос взять вопросы тут на сайте у меня за дети а дети можем хотя бы один вопрос взять вопрос 411 первый том открытым окон нужно ли деление детей в школе на слабые и сильные классы по моему это было ну да чё то такое ответы даю такие много по слову божию посмотрим вопрос почему дети похожи на родителей ну кажется этого не было давай вопрос 413 первый том открытым оком почему дети похожи на родителей ответ бытие 1 глава 12 21 24 стих и произвела земля зелень зелень траву сеющую семя породу и по подобию ее и дерево плодовитое приносящее плод в котором семя и породу его на земле и увидел бог что это хорошо и сотворил бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся которых произвела вода породу их и всякую птицу пернатую породу ее и увидел бог что это хорошо и сказал бог да произведет земля душу живую породу ее скотов и гадов и зверей земных породы их и стало так животным и растения при самом при самом акте творения бог дал повеление производить похожее человек сотворен по образу и подобию божию но уже в дети своих он стал рождать по своему подобию по испорченной плоти и душе бытие 53 адам жил сто тридцать лет и родил сына по подобию своему и по образу своему и нарек ему имя сив точно так же по образу и подобию как бог творил а вот это стих писания вам златоуст указал на это да что вот что так вы догадались об этом местописание не как я знал просто я всегда это считал же я считал и видел сразу заметил себе выписал заучил и то что я отвечаю вопрос в университетах с кафедры и то что дети рождаются похожими на родителей даже внешне в походке характер и наклонности дается богом промыслительно чтобы этим еще более вызвать любовь родители к детям и детей к родителям при том как то так соединяется в одном человеке качество двоих даже в лице чита глаза чита губы как под копирку вылитый отец или мать пластические дорогостоящие операции не могут отразиться на рожденного таких красивых кавычках артистов дети родятся с такими же рубильниками кавычках и пучеглазостью какими были в детстве их родители сделали операцию носом какие-то говорят азербайджанцы или что ли а потом склонились над ребенком то родился а он лежит с таким же клювом ну вот и все вопрос четыреста четырнадцатый первый том открытым оком раньше детей не отдавали в школу и они вырастали хорошими христианами мы решили тоже не отдавать ребенка в сад и в школу как сможем научим сами правильно ли мы поступим смотрите как вопросы какие ответ правильно только ребенка придется дома учить по полной школьной программе и также сдавать экзамены Христос воскрес и переводить из класса в класс чужие безбожные дяди и тети наемники и учить ребенка как принимать благословения не будут и варфоломейки преподобный Сергий Рановичского из них не получится если он отстающий то и молиться как Ваню Сергеева не приучат а значит не будет Иоанна Кроштадского сегодняшние школы в большинстве своем самые настоящие зверинцы в которые выпускают христианских детей как и гнят да поможет вам Бог исполнить ваше доброе желание мне приходилось вести занятия в пяти институтах университетов в техникумах в училищах и в пятнадцати школах в тринадцати было потом еще две школы прицепил только в Барнауле не считая Новосибирска, Акатин, Городка и другие кроме того занимаюсь более двенадцати лет с детьми в тюрьме с малолетками кроме того являюсь основателем и начальником православного детского трудового лагеря Стана в поселке Потеряевка зная ребятишек немного создается такое впечатление что это поколение должно быть уничтожено почти все это сгусток злости и разврата походливые животные и богомерзкие содомляне и при том меняется от года в году стремительно вниз ни о нравственности, ни о стыде, ни о честности, ни о порядочности и не слыхали а учителя как самые настоящие держимые варвары им это говоришь а они ничего не видят а толмят свое дети очень хорошие они и на олимпиадах они и на соревнованиях первые и призовые места занимают и учатся в музыкальной школе и математику учат а откуда эти учителя-то они же из этих самых оболтусов и безбожников выпистываны безбожной развратной властью продажной и жадной богомерзкой и разбойной сейчас идет самоуничтожение нации через разврат наркотики, через телевизор и войны надежда еще только в том что таким образом Бог почистит и снова начнется подготовка героев к тяжелейшим испытаниям которое должно быть при антихристе да вот ответ такой ну и сколько ушло время? 35 все на этом конечно сегодня показать вот у нас лежит рядышком паля, спит отвернулся с Володей считали ну и благодарные слушатели у нас это Надежда Васильевна пожалуйста вновь пасаран спасибо 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 спасибо